Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Поэма «Переселение душ». 1828 год. Сказка. Зевес, любя семью людскую, попарно души сотворил. И наперед одну мужскую, с одной женской согласил. Хвала Всевышней Благостыне! Но в ней нам мало пользы ныне. Где душу парную найти? Где? Где? Разлилось в наше время Так далеко людское племя, Так многочисленны пути. Куда пойду, мечтаешь с горем, На хладный север, в знойный юг? За белым или за черным морем Блуждаешь ты, желанный друг. Не все. Приводит в искушенье И еще другое затрудненье. Порою с родственной душой Столкнешься, посвету блуждая, И рад. Но вот беда какая! Душа родная, Рот чужой, И посторонний подбородок. Враждую чувство меж собой, Признаться, способ мировой Находкой был бы Из находок. Об этом, добрые друзья, Вам предлагаю повесть я. В земле, о коей справедливо Нам чудеса вещает старь, В Египте славном Жил-был царь. Имел он дочь, Творенье дива, Красот подсолнечных алмаз, Любовь души, веселье глаз, Челом белее лилии нила, Корала пышного морей Устами свежими аллей, Яснее дневного светила Улыбкой ясную своей. В пределах самых отдалённых Носилась её хвала, И полк царей иноплемённых К ней женихами привела. В Менфисе древнем уступали Одни перы перам другим, В прекрасу блюдам дорогим Красивый череп подавали. В кругу любовников своих Светла, прелестно, восседая, Моя царевна молодая Совсем с ума сводила их. И всё бы ладно шло, Но что же, всегда весёлая она Вдруг стала пасмурно, грустна, Так что на дело не похоже. К своим высоким женихам Внимание вовсе прекратила, И кроме колких эпиграм Им ничего не говорила. Какая же была вина, Что изменилась так она? Любовь! Случайною судьбою Державный пир её отца Украсить лирною игрою Призвали юного певца. Не восхвалял он Азерида, Не славил Аписа быка, Любовь он пел, о Зараида, И песнь его была сладка, Как вот согласное журчанье, Как нежных горлиц воркованья, Как томный ропот ветерка, Когда в полудень воспалённый, Лобзая тон из-под тишка Цветок роскошно усыплённый. Свершился вышний приговор, Свершился! Никакою силой неотразимый С этих пор Пред ней носился образ милый. С тех пор в душе её звучал, Звучал сейчас на голос нежный, Её питал, упоевал Тоскою сладкой и мятежной. Как глупы эти дикари, Разноплемённые цари, И как прелестен он, Вздыхая, мечтала дева молодая. Но между тем улетели дни, Решенья гости ожидали. Решенья не было, Они уже сердиться начинали. Вот с важным видом, наконец, Так молвил дочери отец. «Я негодую совершенно! Не все ли возможные цари Перед тобою? Говори! Через трое суток непременно Ты жениха мне избери! Не то, клянусь бородою, Шутить не буду я с тобою!» Такая речь была ясна. Что стало с милою царевной, На что в судьбе своей плачевной Решилась бедная она? Рыдала долго зороида, Взрывала сердце ей обида, Взрывала сердце ей печаль. Вдруг мысль в уме ее родилась, Лицом царевна прояснилась И шепчет. Ах, едва-ль, едва-ль! Но что мы знаем, Статься может, Он в самом деле мне поможет. Вам рассказать я позабыл, Что в эту пору мой читатель Столетний маг в Минфисе был, Изиды вещий толкователь. Он, если не лгала молва, Проник все тайны естества. Но то и жил почтенный дядя, Отвергнув мира суету, Не пил, не ел, не спал он, Глядя в глаза священному коту. И в нем-то было упованье, К нему-то, милые друзья, Решилось на совещанье идти, Красавица моя. Едва редеет мгла ночная, И пробуждаться начиная Едва румянится восток. Еще великий Минфис дремлет, И утро нехотя приемлет, А уж покинув свой чертог В простой и чуждо ей одежде, Но страха тайного полна, Доверясь ветреной надежде, Выходит за город. Она. Перед очами Зараиды Пустыня, Так, где пирамиды За пирамидами встают, И величавые гробницы Гигантским кладбищем ведут К стопам Огромной их царицы. Себе чудак устроил тут Философический приют. Блуждает дева молодая Среди столицы гробовой, И вот приимитен кров жилой, Над коем пальма вековая Стоит роскошно помывая Широколиственной главой. Царевна видит пред собой Обитель старца. Для чего же остановилась она, Внезапным взором смущена И чутким ухом настороже? Что дланью трепетной своей Объемлет сердце? Что так пышет ее лицо? И грудь у ней, что так неровно, Сильно дышит? Приносит песнь издалека Ей дуновенье ветерка. Песня Зачем от раннего рассвета До поздней ночи я пою Безумной птицей? О, не эта красу Жестокую твою. Чужда, чужда ты сожаленья, Звезда взойдет, Звезда взойдет. Сурова ты, А мне забвенья Бессильный лотос Не дает. Люблю, Любя в могилу сниду, Несокрушима цепь моя, Я видел Дива Зараиду И не забыл Ни этой Я. Чей это голос? Вседержитель, Она ль его не узнает, Певец души ее пленитель Другую Пламенно Поет. Какая страшная Измена! Уже дрожат ее колено, Уж мерканит свет в ее очах, Без чувств упала бы в опрах, Но нашей деве В то мгновенье Предстало Чудное Виденье. Глядит, В одежде шутовской Бредет к ней Старец гробовой, Пояс торжественный И дикой, Белобородый, Желтоликой, В какой-то Острой шапке он, Пестреет множеством Каракул, На нем широкий Балахон, То был Почтенный наш Оракул. К царевне Трепетной моей Подходит он, На теме ей Приветная руку Налагает, Глядит с улыбкой У лицо И ободрительно Вещает. Прими, Чудесное кольцо, Ты, Модева, Уничтожишь Хитросплетенный Узел твой, Кому На перст Его возложишь, С тем Поменяешься Звездой. Иди, И мудрость Азеррида Наставит Свыше Мысль твою, Я даром сим, О Зараида, Тебе За веру Воздаю. Возвращена В свои чертоги, Душою полной Тревоги, Царевна Думает. Во сне Все это Чудилось О мне. Но нет, Не сновиденье Это, Кольцо На палец Мой надето Почтенным Старцем. Вот оно. Какую Ж пользу В нем Найду я? Он говорил, Его дару я Так Бестолково, Так Темно. Опять Царевна Унывает, Недоумение Полна. Но вот Невольниц Призывает И Отыскать Повелевает Свою Соперницу Она. По повелению Другому, Как будто К празднику Большому, Ее Чертоги Убраны. Везде Легли Ковры Богаты И Дорогие Ароматы Во всех Кодилах Вожжены. Все Водометы Пущены, Блистают Редкими Цветами Ряды Узорчатых Кошниц И Полон Воздух Голосами И Наземельных Чудных Птиц. Все Негой Сладостною Дышит, Все Дивной Роскошью Пышет. На троне Радостным Венцом Парфиры Радостной Блистая Сидит Царевна Молодая Окружена Своим Двором. В отче Прилежно Наблюдает Ее Глаза Смущенный Двор И Угадать По ним Желает Что Знаменует Сей Позор. Она В безмолвии Глубоком Как Сном Объятая Сидит И Неподвижным Мутным Оком На Двери Дальние Глядит. Придворные Безмолвны Тоже Дверь Отворилась Вот Она Лицом Бледнее Полотна Царевна Вскликнула Кого Же Узрела Скорбная Душой В толпе Невольниц Пред Собой Кого Пастушку Молодую Собой Довольно Недурную Но Очень Смуглую Лицом Глазами Бойкую И Злую С Нахмуренным Упрямым Лбом Царевна Смотрит И Мечтает Она Ли Мне Предпочтена Но Вот Придворных Высылает И Остается С Ней Одна Царевна Первого Привета Искала Долго Наконец Печально Молвила Не Это Ты Видишь Пышен Мой Дворец В Жемчуг Злато Я Одета На Мне Порфира И Венец И Я Красотою Дива Света Очарование Сердец Я Всею Славою Земною Наделена Моей Звездою Чего Желать Могла Бы Я И Что Ж Не Это В Скорбе Чудной Милее Мне Твой Жребий Скудный Милее Мне Звезда Твоя Нет Хочешь Ли С тобою Я Поменяюся Звездою Мудрен Царевнин Был Привет Но Незастенчиво Природно Как Вашей Милости Угодно Не Это Молвила В ответ Тогда На Палец Ей Надела Царевна Дивное Кольцо Закрыть Смущенное Лицо Руками Бедная Хотела Но Что Ж Вмиг Волшебный Сей Моя Царевна Оживилась Душой Нетиной А в ней Душа Царевны Очутилась Другое Чудо Бытие Переменив Лицо Своё Закрыла Дурочка Степная Царевна Наоборот Спустила Руки На живот Рот Удивленный Раззевая Где Зараида Где Она Осталась Тень Её Одна Когда Ж Лицо Своё Явило Не Это Руки Опустя О Как Обеих Их Шутя Одна Минута Изменила Блистало Дивной Красотой Лицо Пастушки Молодой Во Взорах Чувство Выражалось Горела Нежная Мечта Для Слова Милого Казалось Сейчас Откроются Уста Не Это Та Ж Да Не Та Так Из-за Туч Луна Выходит Вдруг Озаряя Небеса Так Зелень Свежую Наводит На Рощи Пыльные Роса С главой Поникшею Не Это С невольным Пламенем Лица Тихонько Вышла Из Дворца И О Судьбе Ее До Света Не Доходил Уж Слух Потом Так Что Ж О Счастье И Прямом Поведать Людям Неудобно Мы Знаем Свойственно Ему Любить Хранительницу Тьму И Драгоценное Подобно В том Драгоценному Всему Где Искрометные Рубины Где Перлы Светлые Нашли В Глубоких Пропастях Земли На Темном Дне Морской Пучины А Что С Царевную Моей Она С Плотнейшим Из Князей Великолепно Обвенчалась Он С нею Ладно Жил Хотя Вное Время Не Шутя Его Супруга Завиралась И Даже Подсердитый Час Она Возвыся Бойкий Глаз Совсем Ругательски Ругалась Он Не Роптал На То Ничуть Любил Житье Бытье Простое И Сам Где Надо Завернуть Не Забывал Словцо Лихое По-своему До Поздних Дней Душую В душу Жил Он С Ней Что Я Прибавлю Друг Мой Нежный Жизнь Непогодою Мятежной Ты Знаешь Встретила Меня За Бедством Бедство Подымалось Век Над Главой Моей Казалось Не Взыйдет Радостного Дня Порой Смерял Я Песнопеньем Порыв Болезненных Страстей Но Мне Тяжелым Вдохновеньем Была Печаль Души Моей Явилась Ты Мой Друг Бесценный И Прояснилась Жизнь Моя Веселой Музой Вдохновенной Веселый Вздор Болтаю Я Прими Мой Труд Непринужденный Счастливым Светом Озаренный Души Свободной От Забот Он Твой Достаток Справедливый Он Первый Плод Мечты Игривой Он Новой Жизни Первый Плод Конец Поэмы Переселение Душ 1828 Год Читала Солоха Анастасия Редактор субтитров